всем привет вы на канале сестрицы в телье света а меня зовут кристина мы две сестры вместе ведем блог по похудению немного мы уже похудели и худеем дальше у меня прекрасное настроение а ты как спала я все замечательно как вы на то до сходили ой вообще великолепно мы все не увиделись в конце ролика может что-то вставлю я 8 вечера до с 8 и полтора минут час сорок у не отошел этот концерт очень было много людей битком полностью забит а мы там вначале удивились что начали как люди садиться хорошо мы пришли без 15 и сильно свои места и нас уже никто на наши места не смотрел а вот эти вот все передние места были как будто как он два раза проданы билеты только были одни прямо туда сна от настоящего туда со остальные были написаны как пригласительные а потом тех людей вы сказали так начали пошли разбираться что такое двойные места каждый раз нашим деткам дают пригласительные мы приходим а эти же места продают и такая вот и они сказали что у тех кого как пригласительные те просто или стоячие места или дают дополнительные эти стульчики низко в проходах сидят они уже губу раскатали они еще там ругались так что типа того что вот я такой билет они говорит а вы за сколько мы за четыре тысячи купили вы за сколько я за 1000 ну и вы думаете у вас места настоящие будут на втором ряду за 1000 рублей например хоть бы предупреждали знали что на что видимо видимо их предупреждали только почему-то люди же услышали при первый пришел тут тут и сел думает что значит я сяду первый и а настоящие которого билеты где тут ну и потом ставлю где написано то вот это вот яркая такая картинка это настоящие билеты были думаю как хорошо что никто не подошел к нам вот с такой проблемой мне так не хотелось настроение себе портить такая думаю и главное все вот вперед же слезли все вперед и люди которые купили по полторы по 1800 билеты в самом конце у них оказались худшие места потому что тем людям дали стульчики и не сели прямо сам в проходе самом первом ряду вот тут и с первого по седьмой ряд и они как раз танцевали люди к ним в самых лучших местах они себе за 1000 рублей билеты купили получилось ну наглое второе счастье что говорить не об этом концерт великолепный ребята и девочки мальчики танцуют просто восхитительно я там приплясывала понравилось да всем понравилось там нельзя было андрей очень понравилось очень понравилось идет без перерывов все вот эти час сорок они друг за другом танцуют все по декорации великолепные костюмы ну просто восхитительные они на улице у нас плюс 40 было вроде бы как на холоде на холодильник большие кондиционеры но столько людей затолкали в этот зал что где-то через полчаса начало становиться так жарко душно прям дышать нечем ну как ну не сильно так но если ты сиди и начинаешь чуть-чуть испарина покрываться как представляете они перегреваются в разные костюмы скачут как кони там акроба и акробаты и всю продал переодевалки вообще дышать конечно и вот они прыгают и прямо видом из близко сидим как под в разные стороны брызги летят туда не резкий повороты движения там скачки какие-то перевороты делают и в разные стороны брызжет это как они скользят если они друг другу поддержки делают могут выскользнуть пот прямо вот прямо видно как капли пота вот так летит в разные стороны но это было что у них наверное этот пот на любом концерте потому что они так прыгают но настолько вот видно четко синхрона хореограф старается там их так видимо терроризировать потому что отточены настолько все движения синхронно и чтобы такая огромная толпа особенно под конец да вот они любят под конец все больше больше набивается на сцену больше и большая эта куча синхронно все танцуют чтобы такого большого количества вот такую синхронность сделать это сколько репетировать надо я я считаю что это вообще стоит таких денег такой концерт почти почти девчата а у нас вот дыка и тут же идет пятерочка мы идем же 6 вышли с дыка это говорю надо там к там корма купить и что-то еще дома молока и это игру сейчас мы наверно будем выходить и туда туда связь побежит магазин покупать что-нибудь у них же концерт закончился а а это андрюша с машей да они наверно там устали да да может быть и домой там пошли да может может они там переодеваются я говорю да сейчас побегут может быть развлекаться наоборот они же приехали в курортный город сейчас за водой побегут да куда-нибудь разъедутся они все равно здесь где-нибудь поселились ну да и захожу я они говорят на улице по стене маша с андреем я захожу и начинается этот табун дык 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 один второй третий четвертый девочки они перемещаются внутри магазина точно так же как на сцене мальчики акробаты они видимо вот завелись там еще на сцене а стопа еще нет они вот с этой тележкой и тут же прыгают уже через себя прыгают что-то пританцовывать все вместе один такой постарше взрослый такой мужчина там у них танцевал лет сорок он прям передо мной там что-то начал энергетики еду покупать и раз и быстро убежал а молодежь который забежал 18-20 лет вот эти там прямо набрали прыгучих акробатов вот эти вот акробаты вокруг этой тележки в этих тележек ужас по магазину вот такой прыгать не устроили поэтому вот молодцы ребята вот приятно 20 лет еще и плюс спортивные а вблизи вообще видно что они как ну что вообще молодые просто грим на них наложили много еще девчата вот и у них прямо вот так а стрелки вот сюда все блесках вот девочки с тоже зашли я пригляделась мне на сцене показалось что девчатамужели там 35 пригляделось а это просто так сильно иму вот такие прически вот а белые волосы вот такие вот кудри и но так вот такие вот прям прически пышные и не знаю сколько такие прически делали сколько там лака чтобы она прямо вот так как прям а стояла вот такая голова вот такая грива, прически офигенные. И вот эти вот... Ну, чтобы на последнем ряду видно было весь этот макияж. Пригляделось, а они-то и девчата тоже все молодые. Просто кажется, у всех же яркая-яркая помада, прямо бордовая. Удалось, да, отдохнуть? Не очень понравилось. Но прямо... Как они попрощались? Ой, правда, они прощаются целых пять минут. Но вот этот каждый ряд пока вперед подойдет, видимо, чтобы не было такого, как раньше в театрах, вот там их много, и получается все наклонились, попрощался как будто первый ряд. А остальных не видно. И они вот так вот переходят, и каждый ряд наклоняется, прощается. Потом поменяются, наклоняются, прощаются. Еще в самом конце, там оказалось-то не так уж много ребят. Человек 25, наверное. Каждого фамилию и имя назвали, из какого они города. И вот каждый выходил как-то, выпрыгивал сальто свой дел и представлял. Что там девочки, мальчики. Там половина девочек уже эти сальто делают. Там набрали прямо профессионалов. Так кто-то самых лучших, типа, да? Ну да. Там у девочек, то есть, она такая же фигура, как у мальчиков. Прямо руки, прямо у руки, как у качков. Что руки, что ноги. Знаете, вот как лошадь вот эта вот, блестящая вот эта бежит. Вот лошадка. Да, у нее каждую мышцу видно. Так же у мальчиков и девочек. Вот прямо как будто я их... Забыла, как я всплыла. Ну вы поняли. Муску каждую видно. Каждую мускулу на теле видно. Каждую, каждую. У всех пресс-кубиками. У девочек, у мальчиков. У всех, у всех. Ну, думаю, если они каждый день тренируются, это их работа, то, конечно, будет фигура вообще идеальна. Да, это не только их работа, это вообще их жизнь, мечта, все. Так я вот думаю, вот они вот сейчас путешествуют, они на большом двухэтажном автобусе приехали. Сейчас они в какой-то другой город поедут. Может, завтра в Анапу, послезавтра в Сочи. Вы представляете, насколько веселая и интересная жизнь? Почему я всегда думаю, что надо детей в какие-то кружки такие классные давать, чтобы у них, может, хобби когда-то в такую интересную работу переросло, да? Да, просто супер. А мы сейчас пойдем, мы пойдем сегодня на тренажерах позанимаемся. Сейчас еще на пару вопросиков. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Девчонки, привет всем. А нет случайно аквапарка диеты? Я уже два года на удержании веса, а после вчерашнего похода в аквапарк очень люблю кататься на горках на весах минус полтора килограмма. Хочу такую диету. Это самая классная диета. Да. Самая веселая, энергичная. Понимаю, это состояние. Еще, что ты там постоянно прыгаешь с этих горок и в бассейне, и плаваешь, и плаваешь полдня. Все время физическая нагрузка. И адреналинтик. Есть, конечно, которые просто загорают, лежат люди. Но, а если ты там постоянно, везде двигаешься, можно, конечно... Я заметила, лежаки почти вообще не заняты. Полотенце у всех валяется. Там если человек, не знаю, 10-15% лежат, а остальные все бегают, что-то носятся где-то, катаются. Хочется на всех горках попробовать прыгнуть со всего, со всего. Страшно на высоких, конечно, горочках. Когда ты поднимаешься, 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 и ты уже как будто на пятом... Хочу прям на весь день пойти. А то мы на полдня сходили, что-то так мало показалось, да? Мы не успели побалдеть ничего. Но мы на весь день не пойдем. Девочки все время нас спрашивают, мы пойдем, а то мы обещанием кормим, мы со своей работой не успеем сходить, девочки, мы пойдем. Мы в августе обязательно пойдем. Тоже на следующей неделе надо пойти. Да, на следующей неделе или после следующей недели. Но вот в течение этих двух моментов... В сентябре еще будет плюс 40, и похолодает. Потому что водичка была теплая. Там в аквадарке вообще теплая. Нет, в аквадарке всегда холодная вода. Да чем тебе там она холодная? Ну не ледяная, но такая как бы... Ну конечно, чтобы там всякие бактерии не развивались. И чем теплую воду разводить-то? Поэтому хочется в жару... Да хочется, чтобы лужица была, да? Нет, чтобы в жару хотя бы идти. А то есть и сверху холодно, и в воде холодно. Вот это вот холодно. И ты все равно там перемещаешься, как Найда. Чтобы Яночка не заболела. Ой, а Яночка вообще вот так вот... Как юла прыгает там. Ну да. Все в такой движухе, что там никто не успеет заболеть. Для детей там очень много тоже горок. Да. Берите все равно панамку и кепку. Особенно детям. Потому что весь день, кажется, вы в воде, но все равно потом солнечный удар может получиться. Ну да, потому что под зонтиками, ну вот на шезлонге под зонтиками мало кто там лежит. Хотя их полным-полно. В самом начале же можно рассказывать. Все забегают, как будто занять шезлонги эти. Ага, а потом никто не пользуется. А потом весь аквапарк стоит, все шезлонги пустые, полотенцем они вваляются. Так там немало шезлонгов, там больше, чем людей, за два этих шезлонгов. Да. Так что занимайся, занимайся, а вот два твои. Ну вот чем вообще запускается людей, у них раза в два больше. Видимо, с тем учетом, что вдруг прям миллионы людей забегут. Ну кто-то захочет возле этой горки там валяться, кто-то там еще. И везде понатыкаем из шезоны. Пускай может ничего не проедет. Да, пускай проедет. Я сиди девчата, нет, накрашена, не успела, не захотела. А нам постоянно, если это не переживает, пишут, что мы лучше не накрашены, чем накрашены, как мы с тобой красимся. Девочки некоторые пишут, что нравится, как накрашены. Снимите ролик, как вы краситесь. Да надо как-нибудь снять. А потом еще... Да мы же не как профессионалы красимся, а просто красимся. У нас еще захейтят опять девчата. Ну, те, которые работают в парикмахерских, ну, визажисты, они обязательно пять чип-вечек нам кинут. Мы-то не как визажисты красимся, а просто как нам, как умеем. Поэтому, может быть, мы еще и не сняли этот ролик. Да. Только по этой причине. Да, не хочется вот это все потом. Что вы не так стрелки накладываете, то почему у вас нету там какой-нибудь консилия, еще что-нибудь. Хайлайтера. Хайлайтера. Даже не знаем, что для чего он нужен. Так что, девчата, лет... А, мне все девочки выбрасывают. Кристина, ты сейчас тональник накладываешь летом, что лицо хорошего, светлого оттенка. Нет, девочки, жар опять слез. Загар опять слез, и кажется, как будто, может быть, что какой-то тональный крем не... Ничего нету на лице. Летом я тональный крем не... Ни румяный, ни тональный крем не наношу. Только накрашены глаза и губы. Нет, больше ничего. Пускай загорает. Даже эти сосудистые сеточки, они с загаром не особо видны. Да. Поэтому пускай все будет... Брови еще в этом, конечно, прихватинской краской. Ну, она быстро, очень через неделю почему-то смывается. Сейчас уже опять надо украсить. Надо просто самим краску купить. Да, потому что парикмахерскую такое все равно раз в месяц, полтора. А это, Брови смывается через неделю. Да-да-да. Что надо будет дома самим украсить. Мы так и сделаем. Будем дома салон красоты. Да. Учаять. Ну, мы пошли пить кофе, девчата, как всегда. А потом на работу пойдем. На завтраке ем два вареных яйца, свежие овощи, помидоры, огурцы, болгарский перец, капуста, два хлебца, один хлебец с маслом сливочным, а один с сыром. И чашка кофе без сахара. Кушать будем с Кристиной отварную грудку, мидии, тоже отварные, немножко картофельного пюре, помидоры и огурцы. На ужин я ем два вареных куриных крылышка, кабачок вареный и немножко болгарского перца. А мы сейчас идем на концерт. Тодес! Ура! Тут, правда, столько людей, я себя веду, как оглашение. Я просто так счастлива, у меня там в попе сыр бит. Уже не терпится сесть и посмотреть. Музыка. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...